Диалог на результат. В городе подвели итоги социально-экономического развития. Самый рисокий за период мониторинга показателей. Чем радуют цифры? За злодеяние наказания МВД обеспечивает правопорядок в сельской местности. Будут привлечены строевые подразделения из районных и областных центров. Много ли бунтарей в деревне? С днем рождения. Экс-редактор Бобруйского життя принимает поздравления. Великолепный журналист. Русский по рождению, бобруйчанин по сути. Что вдохновляло и продолжает вдохновлять Александра Казака. А также космические привилегии, народный выбор и новый рекорд. Заготовка цельной донорской крови в прошлом году стала максимальной за всю историю страны. Какие планы на 2024-й? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Курс на динамику. Итоги социально-экономического развития за первый квартал подвели в Бобруйском горисполкоме. Поводы для гордости есть. Ряд положительных показателей – результат плодотворной работы. О главных драйверах развития Елизавета Липеева. По большинству ключевых направлений специалисты отмечают достижение прогноза и положительную динамику. Обеспечен рост уровня заработной платы инвестиций в основной капитал совокупных поступлений доходов в бюджет города. Обеспечено задание у нас по товарообороту 108,7% при задании 101%. Объем строительно-монтажных работ составил 48 миллионов при задании 47 миллионов. С ростом к уровню прошлого года на 11,3%. Объем подрядных работ составил 39 миллионов при задании 33 миллиона. Главный драйвер экономики, промышленность, успешная работа предприятия обеспечивает 80% выручки. За всю историю статистических наблюдений индекс промпроизводства достиг самого высокого показателя – 115%. Отдельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной по состоянию на 1 апреля составил 18%. Самый высокий за период мониторинга показателей. И прежде всего, это заслуга наших машиностроителей, белшины и завода биотехнологий. Среди 21 промышленной организации города в лидерах по выполнению основных показателей бизнес-планов – ТАИМ, завод биотехнологий, Бобруськ-Сельмаш, мясокомбинаты хлебопродуктов, красный пищевик, славянка, домочай. В структуре расхода в основную долю занимает заработная плата работников бюджетной сферы. В первом квартале на оплату труда направлено 59,7% расходов бюджета или порядка 69 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы на заработную плату бюджетников выросли на 15,2%. На социальную сферу направлено более 79% расходов бюджета. Основные направления традиционно – здравоохранение и образование отрасли хозяйства. Выделены средства на ремонт дорог, жилфондов. В каждом районе города уже ведутся активные работы по благоустройству. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруськ-360. Закон везде один. МВД контролирует правопорядок на селе. Хоть количество зарегистрированных преступлений в деревне уменьшилось, каждое четвертое злодеяние совершается именно в сельской местности. Часть из них фиксируется на агрокомплексах. Правонарушения на предприятиях недопустимы, ведь от бесперебойной работы напрямую зависит продовольственная безопасность страны. На изменение ситуации направлен комплекс мер, который реализуем совместно с председателями сельских советов, врачами-наркологами, представителями органов занятости и социальной защиты. Для выявления и пресечения правонарушений запланировано патрулирование сельских населенных пунктов. С этой целью будут привлечены строевые подразделения из районных и областных центров. Среди основных причин противоправного поведения сельчан – пьянство, незанятость в экономике, нарушение трудовой дисциплины. Сотрудники МВД уделят внимание каждому, кто способен сделать шаг угрозы в сторону АПК. Обновленное меню, эстафета памяти и денежный бонус. Правительство республики утвердило право космонавтов на пенсию за особые заслуги перед страной. Какие плюсы еще предусмотрены? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Состав делегатов в НС полностью сформирован. В него вошли 1162 человека. Первое заседание Всебелорусского народного собрания состоится 24-25 апреля. Сначала участники рассмотрят организационно-избирательные вопросы, после те, которые включены в повестку дня. Например, новую концепцию национальной безопасности и военную доктрину Беларуси. Правительство республики утвердило право космонавтов на пенсию за особые заслуги перед страной. Получившие почетный статус могут рассчитывать на господдержку при строительстве жилья, обслуживаться в республиканском клиническом медцентре. Кроме того, повышенные выплаты могут получать герои страны и социалистического труда, обладатели госнаград, женщины, родившие и воспитавшие 9 и более детей. Заготовка цельной донорской крови, а также эритроцитных и тромбоцитных компонентов в прошлом году стала максимальной за всю историю страны. Стратегическим направлением развития отрасли в 2024-м определено внедрение инновационных технологий в процесс, а также перспективные пути для разработки и создания отечественных лекарственных препаратов. Почти 80% белорусских школ перешли на новый режим организации питания. Разработан сборник новых технологических карт блюд и изделий. Кроме того, закупили все необходимое оборудование, повара прошли обучение. Уже в сентябре ученики больших городов и сел смогут полакомиться усовершенствованными обедами. В республике стартовала акция «Беларусь помнит» эстафета памяти. С мая по октябрь она пройдет во всех областных центрах. В планах провести марафон, в котором задействуют школьников и студентов. Также будут привлекаться широкие слои общественности и поисковые объединения клуба страны. Линии электропередач таят в себе больше опасности, чем кажется на первый взгляд. Неверный выбор места для рыбалки с легкостью может привести к непоправимым последствиям. Как не превратить хобби в русскую рулетку, расскажет Юлия Вернер. С приходом весны тысячи белорусов вспоминают свое любимое хобби. Горожане и сельчане вооружаются удочками и отправляются на лов. Однако места они выбирают зачастую далеко не самые безопасные. Одна из распространенных локаций – линии электропередач. Ежегодно от удара током гибнет минимум пять человек. Ловля рыбы в охранной зоне электропередач запрещена. Поэтому кроме поражения электрического тока, любители рыбной ловли в охранной зоне электропередач ожидают еще и административную ответственность. Рыболовам на заметку – современные удочки без проблем проводят электричество. Не обязательно касаться проводов, достаточно лишь приблизиться. И печальные последствия не заставят себя ждать. Однако даже предупреждающие знаки не всегда останавливают любителей пощекотать себе нервы. Увешивание плакатов в местах пересечения с рыбной ловлей, выявление новых мест, где могут находиться рыбаки. Меняются голые провода, наизолированные. Этим мы обеспечиваем безопасность. Самая действенная защита – своевременная профилактика. Инспекторы держат ситуацию под контролем. Вылавливают нерадивых рыбаков, проводят беседы, вручают памятки. До кого-то, к счастью, достучаться удается. А вы знаете, что в охранной зоне запрещена рыбалка? Нет. Что это опасно для жизни? Не знаю, что опасно. В детстве учат каждого стоком шутки плохи. Чтобы любимое занятие стало приятным времяпровождением, стоит прислушиваться к специалистам и не испытывать судьбу. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. 19 апреля день рождения отмечает Александр Казак. 12 лет он посвятил Бобруйскому житю, превратив ее в одну из самых популярных городских газет, у которой сейчас огромная аудитория. С юбиляром встретился Виталий Гаврусев. Его первая статья. О передовиках моего завода, там, где я жил. Общий стаж в профессии. Больше 50. С 71 года я начал писать. Важные качества для журналиста. Ответственность за написанное, за сказанное слово. Что вдохновляло и продолжает вдохновлять. Жизнь. Еще немного, но уже немало. Александр Казак отмечает 70-летний юбилей. С 2002 по 2014 он возглавлял главную городскую газету «Бобруйское житем», имея за плечами уже колоссальный опыт. «Могилевские ведомости», «Могилевская правда», «Могилевская обл. телерадиоединение» и «БЖ». Опять. И до конца. И хотя к празднику принято петь дифирамбы, так уже положено, но сейчас давайте правду. Юбиляр и правда стал событием журналистики. Великолепный журналист. Русский по рождению, бобруйчанин по сути, в самом хорошем смысле слова. Белорус, патриот, гражданин нашей страны. Долгих лет, профессиональных лет, творческих лет. Доброго здоровья, безусловно. Бобруйск вас знает, Бобруйск вами гордится. Примите, пожалуйста, самое наилучшее поздравление в день вашего рождения. Почетную грамоту городского совета депутатов. И, ну, хочется сказать, в добрый путь по-новому. Он не просто человек, как это принято говорить, тех правильных нравов, моральных норм. Александр Казак придерживался еще и морали в профессии. Трепетно и бережно относился к русскому и белорусскому языкам, на которых писал и к людям писал о которых. Должен знать понемногу обо всем, но все о немногом. То есть в избранном направлении, которому ты посвящаешь свою работу, жизнь, надо знать как можно больше. Чтобы понять, куда мы идем, надо знать, откуда мы пришли, уверен юбиляр. И сегодня он с увлечением пишет о малой родине. История, история родного края или краеведения. Действительно, я для себя многое открываю, ну, в основном копаясь в архивных материалах, каких-то ранее закрытых источниках. Поэтому, ну, пожалуй, да. История нашего города, нашей страны. Журналистика для Александра Казака – образ жизни, его определенный склад ума, врожденная способность чувствовать живое слово помогли ему в профессии. Трое суток шагать ради нескольких строчек в газете. Хочу пожелать молодежи нашей смене, чтобы находили в себе силы и шагать, и писать, и не спать, если надо. И тогда все получится. Сегодня маститый журналист не боится словосочетания «прошлый век» и выдает неизменное качество на страницах БЖ. Сегодня, слава Богу, что я поддерживаю связь, и нахожу поддержку здесь. Спасибо оборудскому житию. Талантливый и опытный руководитель старался сделать газету интересной, содержательной, чтобы ее читали в каждом доме. А также Александр Казак учил журналистов не только профессиональному мастерству, но и умению понимать людей, решать их проблемы, разделять с ними и радость, и горе. Он пользовался большим уважением, вел большую общественную работу. Чтобы он не терял своего таланта, творческих способностей и продолжал нас радовать своими новыми и статьями, и книгами. Все его любят, все его читают. И все ждут от него новых совершений. Александр Константинович, мы вас очень любим. Виталий Гаврусев, Павел Зуев, Бобруйск, 360. Красота в глазах смотрящего. Жить в ухоженном доме с уютным двориком хочет каждый. Оказывается, любая площадка может стать местом отдыха, игры, фотосессии. Главная инициатива и активность жильцов. Комфорт в нашем городе зависит в первую очередь от нас самих, от умения вместе создавать красоту и бережно относиться к ней. Жители 57-го дома на Гагарина личным примером доказали. Своими руками благоустроить прилегающую территорию и поддерживать ее в должном виде можно. Мы рады принять в этом участие, особенно когда это все имеет какой-то коллективный дух и поддерживается хорошим настроением и общим настроением что-то создать. Не разрушить, а создать. Потому что когда человек что-то делает, это приносит нам удовольствие. В эти весенние дни каждый трудовой коллектив становится активным участником мероприятий по наведению порядка на территории предприятий и организаций, на улицах города, в скверах и парке, возле мемориальных комплексов и памятных мест. Марафон по наведению чистоты и порядка стартует в нашей стране 20 апреля. Присоединяйтесь. Только вместе и сообща мы сделаем наш родной уголок уютным, благоустроенным и приятным. Сразу после нас зумеры онлайн. Найти себя, не потерять друзей, заниматься тем, что нравится. Какие хобби в топе у молодежи? Расскажем. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!